В занятии, в последнем неделе семинара, вот, на следующем напишем контрольную работу. То есть мы целое семестр с вами решали задачки, чему-то научились. Вот, в следующий раз посмотрим, кто реально чему научился. Каждому будет своя какая-то задачка, простенькая, вот, надо ее решить. Вот, значит, сегодня тема «фазовые переходы». Давайте об этом поговорим. Тем более, тут, смотрите, об этом, только что говорили. Вот, давайте обо всех этих понятиях сначала быстро поговорим. Вот, во-первых, это само понятие «фаза», «фазовый переход», что это такое, что это фаза. Кто туда переходит? Как его там направить? Итак, давайте сначала с понятием «фазовый переход». Гелогенная область гиперогенной системы, отделенная границей поверхности. Ну, очень, как бы, драматно, но немножко абстрактно, да? Вот, если вы, как бы, попытаетесь расшифровать, ну, объяснить какому-то человеку, который там не в курсе, да? Ну, как это так, гомогенная часть гиперогенной структуры? То есть обязательно должна быть гиперогенная структура, или что? Я говорю, там, гиперогенная система. Ну, как бы, давайте так, вот вы абсолютно правильно дали такое общее определение, а теперь просто расшифруйте, что вы под этим примером, простыми словами, как это написано. Нет, ну вот, когда мы говорим о разных веществах, это мы говорим не о фазах, а о компонентах, да? То есть это химический компонент, вот, это немножко другое понятие, да? То есть, вот, когда мы смешиваем, допустим, два газа, ну, которые не вступают в химическую реакцию, у нас будет две компоненты, да, кимия. Понятно, да? Но они оба будут в одной и той же фазе находиться, газовую фазу. Так, кто может пояснить вот это правильное определение фазы простыми словами, то есть что имеется в виду? По сути. Ну, одно вещество в одном агрегатном состоянии. И одно вещество может быть это несколько, но часть системы в одном агрегатном состоянии. Ну, вот, смотрите, вы мне говорите про агрегатное состояние, а только что шла речь о гомогенной части гетерогенной системы, да? Вот, вы мне вот как-то связи какие-то наводите, а то одно непонятно выясняете через другое непонятно. Я прошу, слова какие-то, которые расширены. Кто не понимает слова, агрегатное состояние? Вот, ну, это состояние с какими-то однокровыми свойствами. О, о, свойства. Что за свойства? Ну, лечения отсутствуют, лечения отсутствуют, историческая структура. Ну, строение, да, то есть особенности строения, ну, а еще плотность, еще теплоемкость, ну, конечно, конечно. Вот речь идет об этих термодинамических свойствах. Ну, есть такие характеристики системы, как температура, давление и так далее, и про это идет речь, да? А про физические свойства, плотность, теплоемкость, разные виды, там, восприимчивости, да? Ну, так, и механические, и, скажем, магнитная система, магнитная, восприимчивость и так далее, да? То есть вот по этим свойствам система может распасться на несколько таких областей. В одном области, значит, эти свойства имеют одно значение, плотность, да? Вот, например, вот, или там какая-нибудь упругость, да, скажем, а в другой части системы другое значение. Например, лед и вода. Вот когда лед плавает в воде, у них что будет существенно разное у этих двух, значит, систем? Плотность. Вот, плотность будет несущественно разная, да, как мы знаем, у льда и у воды плотность близкая, да? А теплоемкость? Теплоемкость разная, конечно. Кристаллическая структура есть у одного вещества, а у другого вещества нет. Кристаллическая структура, теплоемкость, конечно, разная. То есть отзывчивость на передачу тепла, да, куда идет тепло, да? Конечно, разная будет теплоемкость. Еще что? Ну, вот эти вот механические свойства, да, лед он твердый такой, а вода она такая мягенькая, да? Понятно? Ну и так далее. Вот, то есть, понятно, да, что это означает? Хорошо, теперь фазовый переход. Кто куда переходит? Вещество из одной фазового состояния, другое фазовое состояние, да? Переходит вещество. Вот что такое фазовый переход. Ну и различают эти фазовые переходы по своим, ну, что ли, характеристикам, да? То есть фазовые переходы, они как-то классифицируются, делятся, да? И вот об этом делении фазовых переходов, что нам типусы, давайте поговорим. Какие типы фазового перехода бывают? Ну, это у вас было? Первого рода и второго рода. Первого рода и второго рода. Ну, хорошо, есть такая, значит, классификация. Первого рода, второго рода. Ну и как бы и остальные, да? Вот тогда надо говорить. Так, значит, что это за переходы первого рода? Примеры какие-то, да? И, значит, ну, вот об этом поговорить. Первого рода, второго рода. Кто такие? Что за переходы? Значит, разный случай. Свойство является скачком. Нет, второго рода, а свойство является скачком. Я 001. Первым скачком и вторым скачком. Не один. Значит разные свойства меняются, да? Так, ну принцип классификации такой. Когда мы говорим о переходах первого рода и второго рода, там где есть четкий принцип классификации. В чем он заключается? Ну хорошо, немножечко на шаг назад отойдем. Понятие фазового перехода связано тесно с понятием фазового равновесия. То есть в точке перехода, грубо говоря, две фазы находятся в равновесии. Должны находиться. Ну, если какое-то условие у нас, тем не менее, способствует переходу из одной фазы к другую, он будет совершаться. Вот, а если условие еще как бы так подобрано, что, значит, ну, не выгодно системе переходить из одной фазы к другую целиком, так система будет находиться в ситуации фазового равновесия. То есть в системе будут вот как раз сосуществовать фазы. Разные фазы сосуществовать, так? Ну, допустим, лед будет плавать в воде и не таять. И вся вода не замерзает. Можно подобрать условия таким образом, чтобы вот это было. Ну, так продолжалось неограниченно. Так? Вот эти вот условия фазового равновесия. Это что такое? При каком условии фаза находится в равновесии? Равенство химических потенциалов в одной и в другой фазе. Совершенно верно. Да. Самое, как бы, важное, ну, условие – это равенство химических потенциалов. Вот. Но на самом деле оно, если его записать как мин 1 равно мин 2, то есть вот если, как бы, смотря как его записать, можно сказать, что оно одно такое, а можно, как бы, конечно, сказать, что и должно быть несколько. Вот если просто сказать, что мин 1 равно мин 2. Мин 1 и мин 2 – это химические потенциалы разных фаз, да? То такое условие будет не полным. Имеется в виду, что равны также еще и… что? У двух фаз? Да. Давление и… Температура. Температура, конечно, да. Вот. То есть T1 равно T2 и P1 равно T2. Ну, в случае переходов, ну, типа, лед, там, вода, пар, скажем, или там, жидкость, пар, да? Вот. А магнитные, скажем, переходы. Вместо давления будет играть, выступать напряженность магнитного поля, ну, и так далее. Смотря какие фазы мы переходим. То есть P – это не обязательно P, а может быть какая-то другая термогенемическая характеристика. Температура всегда присутствует в этой ситуации, да? Вот. Ну, вот эти вот условия, их можно записать вот так. μ1, T, P равно μ2, T, P. Вот оно. Условие химического равновесия. Условие химического равновесия. Это же условие, оно определяет нам на плоскости T и P, то есть на плоскости вот этих двух переменных термодинамических T и P некоторую линию. Понятно это, да? То есть вот у нас есть одна функция, которая зависит от переменных T и P, равно некоторой другой функции T и P. Значит у нас появляется некоторая линия. Вдоль этой линии, вдоль этой линии, у нас две фазы находятся вот равновесия, да? То есть это будет линия пазового равновесия. Она же линия пазового перехода. Ну, смотря как мы смотрим на эту ситуацию. Так вот, как бы химический, равенство химических потенциалов, условия, значит, такое равновесие. И вот эти вот переходы первого и второго рода, они, ну вот эта классификация на эти переходы, там предложено очень давно, еще там 30-е годы, где-то 20-го века, значит, она что подразумевает? Вот первый род и второй род. Это как бы характеристики, на самом деле, этого что-то, соотношения. Какие? Есть точка перегиба или нет точки перегиба? А, в принципе, правильно, но о чем вы говорите? О каких перегибах-то говорите? Перегибы чего? Значит, речь идет о производных химического потенциала, правильно? Производных химического потенциала и непрерывности или, наоборот, скачках этих производных, правильно? То есть вот, если мы вспомним, чему равны эти производные, их можно написать две штуки. Дмюл ПДТ при постоянном П, и Дмюл ПДП при постоянном Т. Производные химический потенциал ОТ и ПП. Что это за характеристики такие? Ну, значит, надо, конечно, вспомнить, химический потенциал – это что такое, да? Это удельный потенциал гипса, на сути, да? Удельный потенциал гипса. Ну, вот, смотрите, если вы этого не помните, то надо, вот, первое, что помните, это хотя бы основное уравнение равновесной термодинамики, да? Основное уравнение равновесной термодинамики – это вот, что такое, ДС – это внутренняя энергия. Понятно, ДВ? Да? Понятно? Понятно совершенно. Ну, вот это Е – это внутренняя энергия. Она зависит от энтропии и объема. Вот, т.е. вот этот ДЕ равно ДСМУСПВН. Понятно? Потенциал гипса, наоборот, у него переменные Д и П. Т.е. надо что? Местами поменять вот эти потенциалы. Т.е. у потенциала гипса выражение вот такое. Это будет минус СДП плюс ВДП. Вот, даже если вы ничего не помните, то, ну, вот, это-то соотношение, как-то, как-то, как-то запомнил. Первое начало и второе начало термодинамики – его-то надо знать, да? Какие-то остаточные знания есть бы. Ну, его-то написали. А дальше – раз, и написали потенциал гипса. Вы понимаете, что это такое, да? От чего он зависит? И для химпотенциала тогда, этот удельный потенциал гипса, мы можем написать вот такое выражение. Длину равно минус СДП плюс ВДП. Удельная энтрофия. Энтрофия – это одного моля или одного грамма, в зависимости от того, на что вы там делите, да? И, значит, удельный объем. Удельный объем – это, опять же, объем, который занимает один грамм или один моля. Вот, но величина обратная пловость. Так, значит, смотрим на это выражение и пишем, значит, то, что тут должно получиться. Длину ПДП при постоянном В – это минус ВДП. Длину ПДП при постоянном Т – это удельный объем. Итак, значит, для фазового перехода первого рода скачки испытывают какие величины? Ну, вот они написаны. Удельный объем и удельная энтрофия, да? Как это проявляется? Вот, что мы должны видеть? То есть это скачки, которые испытываются при фазовом переходе, то есть при изменении фазового состояния. Вот у нас было вещество в одном фазовом состоянии, у него было одно значение – недельного объема и антропии. Изменилось фазовое состояние, стало другое значение этой величины. Так вот, разность вот этих величин скачков, то есть она имеет какое-то конечное значение, да? Так, ну и как это проявляется? Допустим, какой-нибудь пример фазового перехода первого рода. Вот известно, допустим, что лед переходит в жидкость, то есть плавление – это фазовый переход первого рода. Почему? Энтропия точно скачком меняется. Энтропия. Почему? Как это проявляется? Упорядоченность в кристаллической фазе больше, поэтому энтропия меньше. То есть у жидкости нет кристаллического порядка, да? Поэтому, вроде как, более беспорядочная такая фаза. Ну, это правильно, но как-то, как сказать, всякие есть хитрые жидкости и хитрые кристаллы. Вот. Может быть не очень. А вот хорошо. А допустим, жидкость в пар переходит. И там нет порядка, и у пары нет порядка, да? Фазовый переход тоже первого рода. Правда? Жидкость переходит в пар. Тоже фазовый переход первого рода. Почему? Удельный объем. Да, меняется очень резко, да? Вот если брать воду, то там, как у нас, 1 грамм воды – 1 кубический сантиметр, да? А 1 грамм пара – сколько он занимает по объему? 1 грамм пара – сколько занимает по объему? Это при каком давлении? Ну, каждый раз занимает, и с каким стороном давлением? Ну, при атмосферном давлении, скажем, нормально. Ну, порядка метра, наверное, кубический. Ну, порядок такой действительно. Ну, помните, там вот были, это же какие-то остаточные знания и школы-то должны у вас оставаться. То есть там малярный объем, есть такое понятие, да? Вот этого самого. 22,4. А, значит, моль-то это там несколько грамм уже, на самом деле, да? Ну, для воды 18. Так, значит, получается, что будет занимать примерно литр или несколько литров – 1 грамм, как бы, ну, пара – ну, так получается. вот значит литр больше чем кубический сантиметр во сколько раз тысячи да ну вот видите то есть вот так вот изменяется порядок ну хорошо судей объемом более-менее понятно для газа а вот энтропия и там беспорядок и тут беспорядок как на эксперименте мы видим что есть у нас вот этот скачок будильной энтропии между вас вот это самая главная характеристика перехода первого перехода первого рода и то есть у остальных этого нет вот как они отличаются на самом деле но если говорить о более современной классификации прерывные переходы и непрерывные переходы они вот это скачком вот этой величины характеризуются непрерывные вот так как это на эксперименте проявляется скачок удельной энтропии так я знаю какие-то которые выручат вас скачок удельной энтропии как это вы каждый день наблюдаете это явление и пользуетесь им своих красных целей каждый день когда чай завариваете допустим когда суп варить это все время пользуетесь постоянно и не удивляетесь но чего не замечали никогда такое интересное явление допустим надо сварить суп ставить угодно она доходит до кипения и температура и и остается пока она теперь постоянно вот вот это оно понимаете присмотреть в чем хитрость заключается в том чтобы и тепло к системе подводим а температура остается постоянно формально теплоемкость такой системы становится какой сконечной конечно да на самом деле что происходит фазовый переход происходит так вот это вот и значит говорит о том скачке то есть у нас разность энтропии двух фаз большая ну в данном случае значит жидкость и парксового да вот очень большая и пока у нас одна фазовая перейдет другую у нас температура постоянная тепло подводится а температура системы остается постоянной вот вот это вот наличие удельной теплоты фазового перехода самая главная характеристика конечно фазового перехода первого рода удельная теплота фазового перехода вот когда она есть переход первого рода обязательно так ну я надеюсь что вы это запомните да потому что вот какие то я говорю что вот элементы такие простейшие одно дело когда он там на лекции все системы подробно рассказывают а другое дело какие-то остаточные знания которые вы демонстрируете на мосэкзамене где-то там тогда когда вас спрашивают что-то такое оставалось и так наличие удельной теплоты фазового перехода характеристика перехода первого да значит ну давайте вот такую задачу решили вот а а представим себе что мы рисуем вот эту кривую фазового перехода точнее кривые фазового перехода которые возможны вот переменные тейпы переменные тейпы и во первых давайте определимся вот на этой диаграмме где у нас состояние который соответствует а твердое тело жидкость и потом газ в каких местах вот это диаграмма соответствующие фазов что не располагается твердое тело жидкость в середине не но там если y равно x рисовать то сверху слева это твердым снизу справа газ вот здесь вот сверху вы сказали твердое тело ну низкие температуры высокие давление что за вас это надо как-то чувствовать низкие температуры высокие давление твердое тело конечно значит здесь соответственно газ газ правильно ну а посередине где-то жидкость значит между ними фазовый переход происходит между этими фазами и границы вот этих фаз это кривые как раз фазового равновесия ну которая разделяет допустим твердое тело и газ и жидкости газ вот а кривая жидкости газ она будет направлена вот так вот один вариант да то есть они вот так пересекаются или второй вариант температура давления значит другой вариант вот между газом и значит твердым телом вот так будет направлена кривая а между жидкостью газом она будет вот так направлена вот второй вариант видим чем отличаются эти варианты как бы в этом случае наклон вот этой кривой больше чем какой из них правильный вариант который правильный да оба правильные а? оба правильные ну а для того чтобы ответить на этот вопрос надо каким-то образом вот это что ли описать кривую фазового равновесия она задается как неявное уравнение вот здесь да? вот здесь понятно но ее принято записывать в более таком что ли явном виде который связан с некоторыми характеристиками системы как это делается? ну мы стоим в некоторой точке t и p здесь и здесь да? а потом смещаемся вдоль кривой фазового равновесия да? то есть мы даем превращение вот здесь вот t t плюс d t p вместо p p плюс dp то есть смещаемся по кривой фазовой равновесии тогда мы будем иметь возможность что сделать? разложить на самом деле да? правую и левую часть при разложении в ряд да? у нас возникнет нулевой член который соответствует просто вот этому уравнению и члены с первыми производными а члены с первыми производными это что такое? это что такое? удельные значит это самое теплоемкости и удельные объемы так? в результате значит когда мы при соответствующих дифференциалах сгруппируем слагаемые и выразим вот эти отношения дифференциалов то вот у нас будет dt pdp равно значит нет лучше dp то dp pdp равно ну вот здесь вот будет как бы разность вот этих вот удельных энтропий а вот здесь вот разность удельных объемов да? разность удельных энтропий выражается через удельную теплоту фазного перехода ну это слово как бы теплота это что такое? t умножить на ds то есть вот это ds это будет теплота поделить на t да? то есть вот поэтому как бы удельная теплота фазного перехода поделить на температуру здесь как бы разность удельных объемов вот это вот уравнение того клаперона-клаузерус да? уравнение клаперона-клаузерус уравнение клаперона-клаузерус вот она как раз описывает нам кривую фазового равновесия в случае перехода к первому да вот пользуясь этим уравнением давайте объясним какой вариант из нарисованных он соответствует истин то есть ну более как бы корректно что бы уместно итак нам надо сравнить вот смотрите здесь как раз вот по сути это наклон нашей кривой dp-dt это наклон кривой да? вот и надо сравнить значит ну два перехода твердое тело газ и жидкость газа и у которого из них наклон будет больше выяснить да? ну давайте попробуем значит это сделать самостоятель а лямбда это коэффициент какой-то лямбда это коэффициент лямбда это удельная теплота фазового перехода лямбда удельная теплота фазового перехода то есть по сути какое количество тепла мы должны затратить чтобы перевести значит ну одну фазу в другую ну удобнее считать вторую фазу более неупорядоченную ну хотя можно наоборот более упорядоченную переходить в лямбдах на теплотан и так надо сравнить еще раз задача в том что мы сравнили вот это депропо дт для перехода твердое тело в газ и для тока дтель для перехода жидкость в газ. И куда-то знак неравенства будет направлен, в какую сторону. Получается, что мы где-то вблизи этой точки, где у нас на самом деле все три фазы существуют, называемая тройная точка, то есть в окрестности этой тройной точки. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... С чего начать? С того, что написать честное уравнение. Посмотреть на него. Ребята, вот этот голос переходит. Вот как же написать. Уже мы уже знаем про теоретики. Ну, как бы, не то, что вы совсем не знаете. Правда? Что вы можете предполагать? Ну, понимаете как? К счастью, в природе все не настолько вариативно, но абсолютно. То есть, что мы можем сказать? У нас же всего две характеристики. Правда? Разность энтропии и разность удельных объемов. Ну, удельных энтропии и удельных объемов. Да? Вот смотрите. У нас есть фаза с одной стороны твердое тело. С другой стороны газ. Да? Вот если мы вот этим рисуем. Ну, что у нас? Удельный объем газа больше. Много больше. Ну, как всегда, да. Удельный объем газа, как правило, намного-намного больше. Намного порядка. Да? Ну, то есть на три порядка, скажем. Больше, чем удельный объем этого самого... Твердого тела. Правильно? Это вы точно знаете. С другой стороны. А. Правильно. Правильно. И, значит, когда вы сравниваете две дроби, то вы говорите, что вот эти величины у них, у этих двух дробей, примерно одинаковые. Правильно? Примерно одинаковые. Ну, вот. Это вы уже знаете. Значит, вам остается сравнить только вот эту величину. А это, по сути... Ну, если мы приблизить тройные точки, то это значит, что температура примерно одинаковая. Вот здесь вот, да? Ну, где-то вот здесь вот смотрим на это дело. Температура примерно одинаковая. Значит, какая теплота у вас больше? Теплота перехода из твердого тела в газовую фазу или из жидкости в газ? Или вот эта вот разность удельных энтропий для какого перехода будет больше? Твердого газа. Почему? Ну, это интуитивно так кажется. Ну, правильно. Но почему? Что это делало? Очень непорядочная вообще? Ее надо сначала разупорядочить там, да? Нарушить вот этот дальний порядок. Вот. А потом еще, значит, разорвать там эти связи там, чтобы и близкого порядка не было. А в жидкости уже нету дальнего порядка, да? То есть это уже такая непорядочная фаза. Ее легче перевести в этом смысле. Ну, как бы она по энтропии, по своей, ближе, конечно, к газовой фазе. Согласны? Ну, значит, мы по сути, вот для этих двух кривых сравниваем, что? Вот эти вот, ну, теплоты фазового перехода удельные или разности вот этих энтропий, для которой больше перехода. Больше. Твердое тело в газ. Твердое тело в газ. Больше. Больше. Значит, наклон будет больше. Вот, да? Вот это вот ДППТ будет больше. Правильно? Значит, какой рисунок более правильный? Этот или этот? Верхний. Вот этот, конечно. Здесь наклон больше, да? Удельный антиклотрафазового перехода больше. По сравнению с вот этим, вот этой фазовой перехода. Понятно? Так, ну, есть, конечно, еще, как бы переход, значит, переход вот этот, твердое тело газ и твердое тело жидкость, да? Вот, твердое тело газ и твердое... Ну, давайте я вот тоже для него нанесу. Значит, ну, вот так вот. Или вот так вот. Как правильно? Значит, вот тут твердое тело. Двердое тело газ. Или, значит, здесь вот твердое тело жидкость газ. Да? То есть, вот, опять же, вот так или вот так правильно? Аналогично? Нет. Верхнее правило. Верхнее правило. В нижнее правило? Или верхнее? Верхнее. Верхнее. Почему? Нам на лекции рисовали. Нет. На самом деле там может быть какой-то... Ну, так же объем почти не меняется, а порядок меняется. Кто там? Объем... Да, твердое тело жидкость. Какие величины имеют? Вот эта величина почти ноль. Почти ноль. Да? А вот эта вот, ну, все-таки какая-то конечная величина. Мы знаем, что чтобы там расплавить сок льда, надо, ну, или там, твердое тело жидкость, он очень крутой такой. Вот. То есть, почти отвесно идет эта кривая, да? А, значит, вот этот вот наклон, он как получается у нас? Ну, мы о нем только что говорили, да? Есть какая-то все-таки большой скачок вот этой величины. То есть, тут внизу стоит какая-то большая величина обязательно. Вот. На несколько порядков, да? Вот. И здесь вот, ну, тоже какая-то конечная. Ну, это отношение двух каких-то больших, может быть, но конечных величин. В отличие от ситуации, когда большая величина делится на очень маленькую, правда? Вот. В этом, конечно, получается, что тут наклон какой-то, ну, более-менее приличный, а тут он такой неприлично большой, практически отвесный, да? Вот. Ну, то есть, правильная кратита, когда будет выглядеть вот так, да? Что мы еще можем сказать про эту картинку? Ну, у воды там немножко не так. Да, у воды не так, а как? Да. А, да. Почему? Почему у нее наклон отрицательный? Просто, когда переходили в этот костик, цельный взял, почему еще цельный взял? Объем? У льда, у дерева, больше объема воды. Понимаете, такой факт? Да. Где это проявляется? Ну, если взять, допустим, вот, замораживать что-то, да? В общем, это из бытовых всяких классных вещей очень хорошо проявляется. То есть, треснет что-то, может быть, там, у стекла такие свойства, что-то треснет. А еще, если, допустим, бутылке придется морозить, а потом ее закрыть и разбораживать, и да? А потом вот так вот это... Так, может, это просто бутылка себя так... Нет. Ну, давайте, давайте. Где это проявляется, когда это, как бы, такое свойство его счастьем или несчастьем можно считать? В зависимости от взгляда. А? Лед легче воды. Где это? Лед легче воды. Лед на речке. А? Возвращение. 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 А что лед на воде? Возвращение. Возвращение. Конечно, да. Так бы, если бы он был тяжелее, он потонул. А это, представляете, что, допустим, берем северный, этот ледовитый океан. Там лед намерз и потонул. А который сверху намерз и потонул. И северный ледовитый океан, бах, он промерз весь. До дна. Да? Вот так было бы, конечно. Вот. Ну и озера бы наши все промерзали до дна. Вот. Ну, то есть это, можно сказать так, что это счастье, конечно, что лед легче, да? Он образует такую корпу на поверхности водоема и защищает, фактически, от переохлаждения водоем, да? Ну, с другой стороны, это несчастье. Да? Почему? А вот, значит, когда замерзает лед в почве, он ее расталкивает, да? Вот. Разрушает эту почву. Ну, то есть почву-то это может быть хорошо, что... А вот дороги-то наши, да? Ну, вот постоянно, да, вот этот тревог через точку, а? Растение растет в почве. Вот растение – это хорошо, да? Нет, ну, тут как, да. А, то есть... Нет, ну, а вы приспособились, а вот, как думаете? Дороги не приспособились. Да, они все разрушаются каждый раз. Вот. Да. Так. Ну, хорошо. Значит, еще какие, конечно, характеристики? Ну, все-таки вода – это такая не типичная, что-то есть, да? И у нее не всегда этот наклон, он такой, там, начиная с каких-то давлений, он становится нормальным. То есть, ну, при нашем давлении, то есть, при распоспектном он отрицательный получается. Так. Значит, еще какие характеристики у этого рисунка есть? Там есть критическая точка. У кого? Тройная точка. Тройная – это что? Жидкость – газ. Да. Или жидкость – газ. Вот эта сливая не бесконечна. Она чего делает? Она идет, идет, идет и доходит до некоторой критической точки. Заканчивается. Вот эта кримая заканчивается. Да, она не бесконечна. Вот. И что это значит? Мы можем перейти из газообразной фазы в жидкую, или жидкую – в газообразную, минуя фазовый переход. Вот. Ну, правда, как бы там есть такая уже кривая квазикритическая, скажем так. То есть там есть все равно некоторая область, ну тут есть некоторая область, она не имеет вид такой резкой границы, как вот кривая фаза от перехода. Но есть некоторая область, в которой свойство меняется наиболее быстро. Это как бы, ну что ли, отзывы существовали в этой переводе. То есть мы все-таки при переводе будем наблюдать какую-то область, где у нас очень быстрее меняются свойства. Ну, как бы максимально быстро. Вот. Действительно, как бы если взять какой-нибудь там Юпитер, да, Юпитер, то газовый гигант, как известно. И что это значит? Газовый гигант. Что это за планета такая? В чем ее отличает? Земли, скажем. Но он из газа состоит. Вот на Земле есть поверхность, на которой можно прилететь и приземлиться, да, или приводниться. А на Юпитер никогда нельзя будет ни приземлиться, ни приводниться. Почему? А там нет вот этой границы. Границы нету. Там газ, он сгущается, 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 сгущается. Доходит до плотности воды, плотности намного больше. А границы вот этой нету. Границы фазового раздела. Да, то есть там вот этот переход он осуществляется, ну, за счет гигантских давлений осуществляется где-то там далеко. За границей фазового перехода. Так, это заканчивается. Здесь заканчивается или нет? Возможно, да. Ну, наверное, все-таки тянется туда, до нуля, да? То есть там уже, ну, само это описание, то есть оно становится не совсем правильно, да? Свойства появляются в других. Вот. А вот эта выклевая заканчивается или нет? Нет. Конечно? Нет. Чего? Ясно. Ну, вроде и не дошли. Ну, совершенно верно. Именно так. Вот ответ именно такой, что вот если брать какую-то теорию, да? Ну, согласно теории, вот, которая предсказана о существовании этой точки, у этой кривой тоже должна быть такая точка. Но достигнуты давления, превышающие вот это предсказанное в тысячи раз. И никакого там нету конца. Вот. То есть, похоже, что, ну как, ну, теория же, она описывает какой-то кусочек этот, да? Вот. Поэтому она просто не справедлива вот этих высоких давлений, но конца вот этого не обнаружено. В край вот этой кривой. Так. Ну, ладно. Давайте перебежим. Еще раз. Ну, представим себе, что вот это вода, да? Ну, мы, как говорили, здесь немножко неправильно нарисована. Вот так надо нарисовать. Вопрос такой. Где мы-то находимся сейчас? Вот на этой геограмме. Да. Вот здесь. Правильные точки. А? Правильные точки. Так. У нас, если существует, да, жидкость в твердой третьем участке. Но больше у нас еще. А? Жидкость в твердой третьем участке. Да. 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 Но имеется ввиду, что мы не в той, при тех давлениях и температурах, где у нас тройная точка находимся. А где у нас тройная точка? Жидкость в твердой. Ну, то есть, мы находимся, вот давайте так, по температуре, мы находимся, вот относительно тройной точки, мы находимся здесь или здесь? Справа. А. Немножко вот здесь, да. Почему? Вот эта температура, это что такое? Ноль градусов. Примерно ноль. Не точно ноль. Примерно ноль. Да? То есть, мы находимся где-то, вот получается, немножко здесь, да. А подавление? Атмосферное. Атмосферное оно где? Там или там? Относительно тройной точки? Воды. 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 То есть если только в форме газа, то и в форме твердого тела. Дальше, по поводу вот этих кривых надо понимать, что уметь интерпретировать эти кривые надо помнить, что перемещение вдоль кривой это означает изменение температуры и давления фазового перехода. То есть реально в каких известных фактах, явлениях, опытах проявляется такое поведение кривой фазового равновесия жидкость, газ. Для воды опять же. Как это проявляется в жизни? То, что вот так вот она себя ведет. Ну, допустим, мы варим мясо, у нас запах есть. А поднялись в горы и сварить не сможем мясо. А там температура воды 80 градусов, значит, кипение воды. А еще повыше поднялись, еще поменьше. Ну, в общем, как бы не сварится. Так, хорошо. Значит, а как стоит тогда сварить? Давление поднять. Надо его трогать. Что сделать? Давление поднять. Давление, да. Взять что-то другое. Так, а вот это, как этим пользоваться? Очень интересно. Смотрите, как она резко ведет себя. Вот это означает, что, меняя давление, мы можем менять температуру плавления льда. Очень как бы резко. То есть, ну, как бы, сильно сдавим лед, если мы вот увеличим давление, увеличим давление, именно для воды, для льда, то что произойдет с температурой плавления льда? Вот за счет того, что наклон этой кривой вот такой вот отрицательный, да, у нас температура плавления понизится, вот, температура плавления понизится, вот. Ну, для обычных веществ, наоборот, мы сдавливаем это вещество, а температура плавления, она, ну, кривая вот так вот, как правило, направлена, она повышается, да. Вот есть такие красивые явления, опыты, ну, вот, в старых учебниках термодинамики, в любом, очень, этот опыт есть, в новых его нет. А опыт такой, брусок льда, значит, проволокой ввязывается, и к ней подвязывается большой груз, да. Вот, и что происходит? С течением времени, да, эта проволока, она проходит сквозь лед, да, и бах! Ну, в какой-то момент она проходит, а брусок льда остается целым, да. То есть, что происходит? Вот под этой проволокой начинает плавиться лед, вот, и проходит, а сверху она раз и замерзает снова. Да, и вот так вот эта проволока проходит, значит, насквозь. Да, это такие проволоки по реаживляции лед. Так, ну, ладно, давайте какую-то задачу решим. Вот задачка, типичная задачка на фазовые переходы первого рода включить в следующем уровне. Совершенно такая стандартная, во многих вариациях. Значит, итак, определите малярную теплоемкость насыщенного пара вдоль кривой равновесия этого пара и его жидкости. Пар можно считать идеальным газом. Ну, то есть, не нужно пользоваться этим, что ли, уравнением, термическим уравнением состояния для идеального газа. Итак, пар считать идеальным газом. О чем идет речь, задача? Да, ну, вообще, теплоемкость, величина, которая зависит от процесса, который, значит, совершается в этой системе, правильно? Есть некоторые характерные теплоемкости, ЦВ и ЦВ для любого вещества, да? Ну, это, значит, проводимые при двух стандартных процессах. Ну, постоянном давлении и постоянного объема теплоемкости считается. А мы считаем какую теплоемкость? Вдоль кривой фазового равновесия. Да? Вот, то есть, вот, значит, жидкоизгаз. Вот, мы систему ведем вдоль вот этой кривой фазового равновесия. То есть, в этом процессе, в процессе перемещения по кривой фазового равновесия, как бы, мы передаем системе некоторое количество тепла. Надо посчитать теплоемкость. Ну, конечно, там как-то возникнут вот эти характеристики, связанные с уравнением. То есть, такой перронок клаудился. И так посчитать длинную теплоемкость вдоль кривой фазового равновесия. Начать лучше с определения теплоемкости, а потом учесть, что тепло передается в ходе этого процесса. Процесс фазового равновесия. Спасибо. 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 Кстати, обратите внимание на то, что я не обратил внимание на это мелочь, но все-таки интересно, что именно в теме фазовых переходов впервые появляются снова вот эти прямые производники. Вот здесь я пишу ДТП, прямые производники. Я говорил, что так нельзя писать термодинамики, но в фазовых переходах пишут именно так, ДТП. То есть это именно для фазовых переходов, прямые производники. Продолжение следует. Ну что, определение тепловой упрости все написано? ДТП. С, да, но? ДТП. ДТП. ДТП, да? Но в уме держим, что эта производная берется на клевую фазовую равновесие. Так вот, процесс, который... Это клевая фазовая равновесие. Ну, что с ДТП делать? Это Е плюс ПДВ. Первое начало термодинамики 3DQ. Это можно написать. Ну, можно написать первое начало термодинамики. ПДВ. 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 Спасибо. Итак, на самом деле для dq можно писать первое начало термодинамита и второе начало термодинамита, два варианта у нас есть. На самом деле можно показать, что примерно одинаковое количество действий. А дальше что? И в том и в другом случае. Мы должны чем пользоваться? Тем, что мы находимся на тревое фазовое равновесие. Мы движемся в том числе тревое фазовое равновесие. То есть у нас есть некоторый процесс, который здесь описывается в координатах t и p. Правильно? То есть мы должны дифференциалы величин, которые у нас войдут. Либо это d e, d v, которые мы написали, если мы d первым началом пользуемся. Либо d s, если мы пользуемся вторым началом дифференциалом терпии, расписывают как функцию переменной t и p. А дальше? Ну где-то там появится у нас, наверное, вот эта вся эта штука. Где-то она должна возникнуть, а ей должно воспользоваться. Итак, самое важное, что мы вдоль определенной кривой в координатах t и p движемся. Вдоль кривой фазовое равновесие. Значит, естественные координаты, в которых расписываются все дифференциалы, это t и p. Вот такая идея, которая нам пользуется. Если вы пишете d e, то будете добры писать d e по функции t и p. d v должен быть у никакого уровня, здесь функция t и p. Если вы пишете, что кто-то написал t на d s для дуку, то надо писать d e по функции t и p. Это дифференциал. Поехали. 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 Дальше в этих выражениях надо, конечно, увидеть типичные тепловерности. Это вот типа характерных тепловерности ЦВ и ЦП, какая здесь появится, скорее ЦП, постоянная. Дальше в этих выражениях появится. Ну да, и там доказывают, что… При ДТ если собрать слагаемый, то есть что это будет? Ну, можно на ДТ держать, да? То есть что это будет ДТ по ДТ по постоянному П плюс П ДВ по ДТ по постоянному П. Это что такое? А? Это? Это? ЦВ? Ну что, получается ЦП минус ЦВ равно Р. Ну, мне это получилось. ДТ по ДТ. Здесь ЦВ. Да, ЦВ. Да, ЦВ. Ну, здесь, получается, ЦП, если идеальный газ. Нет, почему ЦП – это при постоянном П, если вы бегаете? Ну да. Почему? Тут же у нас процесс-то не такой, мы вдоль кривой фазовой равновесия движемся. То есть у нас не постоянное давление, мы же движемся вот не по горизонтали, а у нас есть еще и вверх. Ну, конечно, составляющая вот этого ЦП, она будет. Потому что в эту сторону мы движемся, да? Ну, плюс еще будет какая-то вот характеристика вот этого… Ну, ухода что-то, потому что мы что-то еще так не понимаем. Мне кажется, что у вас изменение, оно соединяется или нет? Конечно. Нет, так вот… Это давление, а объем? Объем, мне кажется, что изменяется, да? Понятно, нет. А по гору? Почему? Почему? Ну, да, ну как, мы изменяем и давление, и температуру, почему бы объем-то не изменяется? Объем-то не изменяется, конечно. Мы движемся вдоль кривой фазового равновесия. То есть мы совершаем над системой вот такой процесс вдоль этой кривой. Вот если бы мы двигались вот вдоль этой кривой, то теплоемкой была бы она просто ЦП. Понимаете? То есть система ЦП. Но не ЦП. Почему? А потому что ЦП плюс что-то еще. Вот мы уходим с этой кривой. Вот это что-то надо еще отменить. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. 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 ДС по ДП при постоянном Т умножить на ДП по ДТ. Вот если действительно через второе начало проще. Через первое начало естественно тоже самое получается. Но там как бы нам дополнительные действия еще решили. Почему? Ну вот это первое слагаемое, которое мы тут наблюдали. ДС по ДТ при постоянном П. Это что такое? ЦП. Просто ЦП. Да? ЦП. То есть тут как бы у нас есть Т на ДС. Это ДКУ. Но при постоянном П. На ДТ. То есть ДКУ на ДТ при постоянном П. ЦП. А здесь. Плюс Т. ДС по ДП при постоянном Т. И вот оно. ДП по ДТ сразу же появляется у нас. ДП по ДТ это вот эта вот штука. Вот. То есть лямбда, ДТ, ДВ. ДП по ДТ. Ну видите. Я сразу хитро так пишу. Ну где я начал вот это хитро писать. Вот. Где-то в этот момент я хочу все это писать. Должен поправиться конечно. Вот. Поскольку малярное теплое. Тут удельная всегда. Удельная теплота. Да? То есть. Вот тут вот. Т на ДС маленькое. ДС. ДС маленькие. А тут у меня уже тоже оно маленькое. Никогда тут тоже. Объем. Значит. Удельный объем. Да? Так. Ладно. Значит. Вот тут вот Т и Т еще так удачно сокращаются. Лямбда это теплота фазового перехода. Дельта В. Изменение как бы вот этих удельных объемов. Ну мы обсуждали это. По сути вот это Дельта В можно считать что это объем. Удельный объем газовой фазы. Потому что разница удельного объема газовой фазы и удельного объема газовой фазы. Ну это практически. Да? То есть по сравнению с удельным объемом газовой фазы. Удельный объем жидкой фазы очень маленький. Правильно? То есть тут фактически стоит вот это вот Дельта В. Дельта В. Приблизительно равно объему просто газовой фазы. То есть это объем пар у нас. Так. ДС по ДП. ДС по ДП. Как можно переписать? Ну можно использовать соотношение Макса. Правильно? То есть когда это будет крест на ДВ к ДТ. Ну только надо сообразить вот еще. А знак какой? Вот в соотношении Макса на А. Какой знак еще? Минус. То есть мы хотим записать вот что. ДС по ДП при постоянном Т равно. Ну вот понятно, что тут будет ремня ДВ по ДП при постоянном П плюс или минус? Плюс или минус? Минус. А? Минус. Уверенно говорите? Минус, да? Уверенно говорите? Минус, да? Ну тихо вообще. П и Т это для потенциала гипса. А в потенциале гипса там два этих снагаемых были с разным знаком. Правильно? Поэтому знак призна не узбудить обязательно. Поэтому значит здесь это мы напишем как СВ минус ДВ по ДП при постоянном П. Ябда В. Ну и осталось только воспользоваться термическим уравнением для идеального газа. Понимаете? А как оно выглядит? В. В маленькое, да? В равно Н. Это удивленный объем одного. Все. Мы можем поставить это сюда и сюда. Ну и что получится посмотреть. В. Х lem saying. В. В. И. Продолжение следует... 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 с магнитным полем и без магнитного перехода. И вот какой-то из них, первого рода, какой-то второго рода. Не надо различать. Ну вот типичные что ли фазовые переходы связаны с изменением симметрии системы. Кристаллическая структура есть у вещества, меняется тип вот этой кристаллической структуры. Ну то есть на самом деле изменения, которые происходят в системе, могут быть очень небольшими. Это что означает? Ну вот есть такая хорошая допустим симметричная структура и вдруг при достижении некоторой температуры атомы вместо того, чтобы быть где-то там в центре допустим инверсии, немножечко раз сместились из этого центра инверсии. Само по себе это смещение в другое равновесное положение, в абсолютных величинах, очень маленькое может быть, но симметрия изменилась и тип структуры кристаллической стал уже другой. Изменилась симметрия системы, понимаете? Фазовый переход. Но при этом понятно, что то есть это изменение каким образом происходит? Ну а также колеблются, колеблются. Вот у них есть какие-то, как говорят, мягкие моды колебания, то есть вдоль готовых, в направлении колебаний, в тот готовых колебания совершаются так наиболее медленно. Температуру понижаем, понижаем, оп, застряли в каком-то положении. Понимаете, как это происходит? То есть вот такие фазовые переходы это типичные переходы, ну непрерывные, как говорят, то есть не связанные с таким вот резким изменением. Что изменилось-то по сути? Ну хорошо кристаллическая структура стала немножко другой. Что там плотность изменилась? Удельного объема изменилась? Да нет. Теплоты фазового перехода тоже нет. Значит, а что тогда изменится? Вот с этой симметрией как-то. Что изменится? А вот все-таки какие-то свойства типа теплоемкости прежде всего обязательно изменится. Почему? Ну, теплоемкость отвечает за отклик, как бы, системы на передачу тепла, да? Вот. И понятно, что, ну, это, с другой стороны, может быть, не очень понятно. Вот. Но, как бы, на самом деле, разным типом по симметрии кристаллической структур будут соответствовать разный набор колебаний этих кристаллических структур, да? А значит, ну, вот, как бы, колебания, они же вот, ну, именно, как бы, что ли, вот, колебания определяет то, какая температура, да? Ну, то есть на таком молекулярном языке температура какого-то тела выше, это что значит? Ну, колебания более интенсивные. Но если эти колебания разные у разных двух тел, да? Вот. Разные эти колебания, то понятно, что теплоемкости разные. То есть при повышении, как бы, температуры, ну, по-разному вот этот набор колебаний там, он, как бы, разный просто. Значит, теплоемкости разные. Вот. Ну, ладно. С этим, значит, самостоятельно разбираемся. Сами, да? Там много еще интересного. В следующий раз. Пишем контрольную работу, да? Вот. Ну, чтобы вам потренироваться, вот, задачки... Задачки про фазовые переходы. Давайте одну я вам задачку сформулирую. Значит, пусть для однокомпонентного вещества А и Б фаз для А и Б фаз однокомпонентного вещества известны 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 Свободные энергии Ф, А и Ф, Б Ну, свободные энергии известны, они известны как функцию температуры, как обычно, да? Вот. Значит, покажите, что точку перехода между этими фазами Покажите, что точку перехода между этими фазами То есть равновесная объема фаз То есть равновесная объема фаз Точку перехода между этими фазами То есть равновесная объема этих фаз Можно определить Проведя общую касательную кривую Ну, давайте так При заданной температуре При заданной температуре Получите Правило правило Максвелла. Напомню, что это правило Максвелла, оно в чем заключается. Вот если у нас есть Изотерма, которая характеризуется некоторой областью сосуществования в этой Изотерме не физический участок. Вот смотрите, на этом участке у нас при повышении объема давление повышается. То есть мы систему как бы растягиваем, а у нее давление повышается. Мы ее растягиваем, а в ней давление становится больше. Так не бывает никогда. То есть вот эти состояния, на самом деле, не реализуются никогда. Абсолютно нестабильные состояния. Область таких состояний, это что такое? Спинодаль. Область, которая выделяет вот эту, как бы, ну вообще, как бы, вот эти вот изотермы, в которых есть вот такие вот участки. Это так называемая спинодаль. Помните такое? Вот. А тут есть, как бы, область такая, которая еще характеризует сосуществование двухфаз. Сосуществование двухфаз. Это так называемая бинодаль. Да? Бинодаль. Так вот, значит, ну, это ладно, это деталь. Так вот, значит, как бы, правильную изотерму, правильную изотерму, мы проводим по следующему правилу. Вот ее проводим вот так вот. Значит, на некотором уровне В, да, таком, что вот эта площадь и вот эта площадь, они у нас равны. Вот это так называемое правило Макселла. То есть правило для, значит, ну, проведения, что ли, вот этого вот изотермы, вот этого участка изотермы. Вот. То есть вывести это правило Макселла. Парк. Играет соль. Играет. Способление. Играет. Здесь руку. Играет.